Беларусь отметила День независимости Наша страна была такая же сильная, процветающая и независимая Как это было? Бизнес на крипте В стране задержали 27 обменщиков цифровой валюты МВД прорабатывает законодательные инициативы Что изменится? Застывшее мгновение на Минске прошла фотосушка Очень хорошая идея, мне очень нравится Шла с работы, зашла посмотреть Очень красивые снимки, замечательные Чем еще удивили горожан? А также многовекторное сотрудничество Централизованное тестирование И зеленая карта Между Беларусью и Россией продолжит действовать Полис международного автострахования До какого числа? Принципы справедливого мира Президент принял участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества Встреча прошла в формате видеоконференции Александр Лукашенко во время саммита Озвучил предложение и позицию Минска По многим вопросам, которые касаются Продовольственной безопасности Молодежной политики, кибератак Транспортных перевозок, сфер экономики и финансов В частности, санкционного давления Глава государства подчеркнул Чтобы противостоять этому Необходимо активнее продвигать идею Глобального развития Прежняя система безопасности Не была идеальной Но тем не менее предполагала Механизмы сдержки противовесов Обязательность Исполнения норм Международного права Сегодня же мы видим полный Словом всех правил и понятий Поэтому неудивительно Что ШОС вынуждена еще более Сфокусироваться Не на вопросах экономики Александр Лукашенко отметил Беларусь благодаря поддержке Стран-членов в ближайшее время Также присоединится в качестве Полноправного участника ШОС И для этого есть все возможности Процесс может быть завершен Еще до следующего саммита Символ народной доблести Духовного единения Страна отметила День независимости Бобруйск с размахом Встретил торжество В программе возложение и митинг Конкурс «Автоледи» И кинотеатр под открытым небом Красочное завершение Акция «Споем гимн вместе» Обо всем по порядку Татьяна Горбач Праздник, объединяющий Героическое прошлое И созидательное настоящее Беларусь отмечает День независимости В Бобруйске проходит Митинг-рэквием Дань уважения всем, кто отдал свои жизни И сокрушил фашистское зло Юные горожане Отличники учебы Победители олимпиад И творческих конкурсов Получают паспорта Здесь же разворачивают Государственный флаг Воплощение идеи Национального единства И суверенитета страны Конечно, очень приятно То, что наши граждане Сегодня пришли на площадь Мы сегодня слышали Очень много теплых слов Поздравлений И дай Бог, чтобы у нас все сбывалось И дай Бог, чтобы у нас всегда было Мирное небо над головой С заботой о людях На Наумово торжественно Открывают участок дороги Главная магистраль Новой жилой застройки В микрорайоне Киселевичи Прибавляет 900 метров Две полосы в каждом направлении Островки безопасности Широкие тротуары Тактильная плитка Велосипедная дорожка Учтены интересы Как водителей Так и пешеходов Мы тут рядышком живем Мы очень рады, что открыли эту улицу Празднично, красиво Наши дети будут тут жить Наши дети будут этим пользоваться И мы тоже, папы, тоже будем пользоваться Потому что Очень хорошее руководство Молодцы Выделили деньги Сделали все красиво Прекрасное событие Наконец-то сделали Прекрасный район Облагородили Ну, соответственно Ну, вообще Прекрасное настроение И вообще Очень рады, что наш район Стал не менее красивый Чем остальные районы города На этом подарки не заканчиваются На Парковой 68 Строителей 24 Минской 80 И Горелико 23 Открываются игровые и спортивные площадки Качели, горки, скалодромы, лабиринты Тренажеры, лесенки, песочницы и карусели Плюс поле для мини-футбола и баскетбола Все изделия из металла Содержат защитные вставки из пластика и резины Здесь же безопасное покрытие Идея родилась в Багилевском область полкоме Губернатор поддержал Здесь предприятие подхватили И силами, руками бобруйчан Практически 90% Эта площадка сделана Нужно приносить людям радость Посмотрите, сколько детей на площадке Какое у них настроение Вот это, скажем, самая главная оценка нашей работы Безусловно, конечно, сегодня для всех жителей Республики Беларусь Это самый главный государственный праздник День независимости Я хочу всем бобруйчанам пожелать крепкого здоровья Благополучия И самое главное Вроде чего погибали наши деды и прадеды Мира и добра Традиционный конкурс «Автоледи» Собирает на площадке у Бобруйск-арены Десятки зрителей Машины шести участниц Пестрят гостем воликой, аистами, колосьями и васильками Перед жюри стоит сложная задача Оценить оформление и презентацию Девушки в национальных костюмах Удивляют талантами Читают стихотворения о синёкой Поют белорусские песни и кружатся под славянские мотивы При украшении своего автомобиля мы пользовались той смекалкой, что автомобиль уже зелёного цвета И поэтому в дополнение только ему подходит красный цвет Поэтому у нас и сделано красно-зелёный цвет – флага нашей Родины любимой Помимо творчества, участницы демонстрируют знания правил дорожного движения От теории к практике Скоростное маневрирование – самый зрелищный этап конкурса Диагональная парковка, габаритная змейка И заезд задним ходом в гараж За точностью вождения пристально следит жюри Звание «Автоледи-2023» завоёвывает Светлана Литаревич Сотрудница завода тракторных деталей и агрегатов Эмоции переполняет, не ожидала, потому что очень сильно волновалась Спасибо за такую прекрасную организацию, такого замечательного конкурса Подсвящён он в этом году году мира и созидания Участницы очень достойно в этом году представили себя Нам было сложно сделать выбор, но мы его сделали На территорию Бобруйск-арены приходят целыми семьями Развлечения здесь на любой вкус Как для детей, так и для взрослых Насыщенная концертная программа, многочисленные выставки Оригинальные фотозоны, игровые площадки и торговые ряды Организаторы постарались на славу Мне всё понравилось, очень много палатов, очень много подделок Именно ручной работы, даже было удивительно увидеть, что у нас в городе Бобруйске Вообще кто-то делает такие красивые вещи И из кожи, и из камня То, что сегодня делается главой государства Нашим руководством, правительством Сегодня мы видим сами, что всё делается для людей И наша сегодня задача в том числе Чтобы наша страна была такая же сильная, процветающая и независимая После кинотеатр под открытым небом На экране военная драма «Ванька» Картина рассказывает о детях Великой Отечественной Которым пришлось рано повзрослеть и стать за станки наравне со взрослыми Кульминация торжеств Республиканская акция Споём гимн вместе Уникальной патриотической традиции уже 20 лет Главную мелодию страны подхватывают тысячи голосов Финальным аккордом поистине народного праздника становится салют В небо взмывает калейдоскоп огней Сердце каждого белоруса наполняется безмерным уважением к поколению победителей Настоящие герои ценой своей жизни подарили нам возможность мирно жить И честно трудиться на благо родной страны Татьяна Горбач, Елизавета Липеева, Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск 360 Нелегальные биткоин-транзакции В Беларуси с начала года задержали 27 обменщиков криптовалюты Мошенники незаконным способом заработали порядка 22 миллионов рублей Их услугами активно пользуются аферисты для обналичивания и конвертации похищенных денег Перечисляют средства организаторам или участникам преступных схем МВД прорабатывает законодательные инициативы, запрещающие сделки по обмену криптовалюты между физическими лицами Для прозрачности контроля финансовой операции разрешат проводить только через биржи парка высоких технологий Такая практика сделает невозможным вывод денег, полученных преступным путем Аферистам станет просто невыгодно орудовать в Беларуси Уборочная кампания «Маленькое счастье» и «Славянский базар» для гостей и участников фестиваля Начал действовать безвизовый порядок выезда в страну Какие нужны документы? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре В стране намолочено 24 тысячи тонн зерна озимого ячменя Самой скороспелой зерновой культуры В 2022-м в эти же сроки было 15 тысяч Средняя урожайность на уровне прошлого года 45 центнеров с гектара В лидерах Брестская область Витебская к жатве еще не приступила К слову, начата уборка сурепицы и рапса Полис международного автострахования «Зеленая карта» Продолжит действовать между Беларусью и Россией до 28 июня 2024 Также соглашение о продлении заключили с Азербайджаном и Турцией Что касается остальных стран Тому, кто отправляется в путешествие на личном авто Придется оформлять договор пограничного страхования На территории того государства, в которое он въезжает В День независимости в Беларуси родилось более 120 детей 62 мальчика и 59 девочек В Гомельской области на свет появились 22 малыша В Могилевской 15 новорожденных 5 в Бобруйске По традиции всех родителей поздравят представители местной власти Руководители учреждений здравоохранения А также члены общественных организаций и партий Абитуриенты сдали заключительное ЦТ по всемирной истории Знания проверили 586 человек Для тех, кто не прошел испытания по уважительной причине Предусмотрены резервные дни По русскому и белорусскому языкам 11 и 13 июля По остальным предметам 11 и 15 Сертификаты участники смогут получить там же, где проходила сдача Для гостей и участников Славянского базара начал действовать без виз При себе необходимо иметь паспорт и оригинальные или электронные билеты В летний амфитеатр, либо концертный зал «Витебск» К слову, Международный фестиваль искусств пройдет с 12 по 17 июля Сам упрощенный режим въезда доступен по 23 число Временные неудобства В Бомбруске начался второй этап отключения горячей воды Первые на очереди многоэтажки на проспекте Георгиевском, Новолодарского, Заводской, Красноармейской, Куйбышева, Ленина, Октябрьской, Спартаковской и Шмидта Гидравлические испытания проводятся согласно графику с 4 по 14 июля В конце месяца стоит приготовиться жителям домов на Интернациональной, Октябрьской, Пионерской, Пролетарской, Пушкино, Советской При обнаружении открытых люков, парения из них, провалов грунта, выхода теплоносителей на поверхность Просим сообщать диспетческую службу нашего филиала или по краткому телефону 115 С подробным графиком отключения можно ознакомиться на сайте Бобруйского гурсполкома Работы будут продолжаться до 25 августа Завораживающие портреты и живописные пейзажи в Бобруйске прошла фотосушка В сквере на Минской своим творчеством делились около десятка профессионалов и любителей Снимки развесили прямо на бельевых веревках Прохожие с интересом наблюдали за происходящим и общались с талантливыми авторами Которые на обратной стороне карточек разместили контактную информацию и послания для зрителей Очень хорошая идея, мне очень нравится Шла с работы, зашла посмотреть, очень красивые снимки, замечательные На площади Ленина на протяжении нескольких дней звучали чарующие звуки скрипки Аккордеоном прямо у фонтана коллективы преподавателей и лучшие ученики музыкальных школ Поочередно играли классику от Антония Вивальди до Клода Франсуана Это все из событий к этой минуте Смотрите нас в интернете и в соцсетях Мы в эфире каждый будний вечер Счастливо! Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»